Работа на опережение. Чтобы сухие ветки на центральном проспекте не причинили вреда припаркованным авто, контактным проводам и простым прохожим, коммунальщики вплотную занялись кронированием деревьев. Как ведутся работы, проверил первый заммэра и наши журналисты. С самого утра на центральном проспекте города шумно гудят бензопилы и гремят падающие ветки. Специалисты КП «Зеленстрой» проводят плановую обрезку деревьев. Говорят, на проспекте Ленина необходимо кронировать почти полторы тысячи кленов, платанов и каштанов. Половину работы, уверяют, уже сделали. По проспекту Ленина работаем в плане того, чтобы во избежание аварийных ситуаций, так как у нас по всему проспекту Ленина идут электропередачи транспортные, над ними полностью рассматриваются, удаляются ветки, они начинают крениться в сторону электропередач. Также в сторону пешеходной зоны поднимаются вверх ветки, чтобы можно было нормально ходить. В этом году в городе необходимо кронировать 38 тысяч деревьев и 1300 ликвидировать. На эти цели в горбюджете запланировано почти 6 миллионов гривен. По словам первого заместителя мэра Дмитрия Сверкина, на ближайшие сессии эту сумму планируют увеличить примерно на 30%. Более того, на сегодня еще и обсуждается программа некая по приведению вообще порядок всех зеленых насаждений в городе Запорожье. И определение коммунального предприятия «Зеленстрой», организация, соответственно, в том числе и за кронирование обрезку по тем участкам, которые не находятся на обслуживании на сегодня на предприятии. Это детские сады, школы, больницы и так далее. В середине марта зеленстроевцы займутся и другими работами. Начнут высаживать 2500 деревьев в парках, скверах и на центральных улицах районов. В планах украсить Запорожье новыми елями, кленами, липами и дубами.